Добрый день, друзья! Вакант производственная компания Moskit. К раннему видео вчерашнему я хотел добавить еще такие моменты. Откуда в головах некоторых пользователей сидит стереотип, что коптилина должна быть желательно из досок, ну если не из досок, то из нержавейки, она должна быть хорошенько утеплена, внутри должен быть вентилятор, и она должна стоять на улице. Друзья, это уже сравнительно древние модели коптилин, которые раньше были, ну лет 20-30 назад, ну которые до сих пор выпускаются, некоторые их покупают. Это древние модели коптилин, тогда еще не было такого широкого распространения электростатики. То есть, не было электростатики. И поэтому нужно было коптильню, да, и не было оригинальных демогенераторов, вот мои разработки, горизонтальных на дровах. А были, ну, древненькие демогенераторы, вот эти, ну до сих пор они продаются, наверное, видели. Вот труба такая, насыпается туда полно щепы, там, несколько килограмм. Потом ставится компрессор от аквариума. Нужна зажигалка, поджигаешь эту щепу, ну, периодически она тухнет, там что-то такое, все равно приходится, все равно опять поджигать. Поджигаешь щепу, и за счет того, что компрессор постоянно подает этот воздух, ну, продувает, поддерживается это тление. И этот дым подается в коптильню. Ну, он подался там пассивно, где-то вот так, коптильня там поднимается, паниковый, вот так внизу лежит, там наверх поднимается, или как. И чтобы разгонять этот дым по коптильню, чтобы было копчение, нужен был внутри вентилятор. Вот. Вот откуда у нас такие стереотипы. Ну, да, и понятно, что подавалось большое количество дыма, ну, чтобы хоть что-то происходило. Подавалось большое количество дыма. И, ну, представляете, вот три килограмма щепы там по несколько часов перезаправлять это все. И понятно, что это могло стоять только лишь на улице. Вот эта дымовая завеса эта. И стоять она могла только на улице. Ну, понятно, что у нас полгода зима, и коптильня должна была быть утепленной. Вот такие стереотипы давят на современных производителей, на производителей современного оборудования. Поэтому вот всякие там гаражники-передельщики, ну, не всякие, но некоторые там, это один-двое на тысячу, пытаются облепить москит пенопластом и, значит, коптить на морозе. И желают видеть там вентилятор. Это вот, вот, вентиляторы, мы в современном оборудовании это заменила электростатика. То есть она автообладодает, это дает эффект циркуляции внутри коптильни. Ну, вы знаете, что электростатика усиливает процесс копчения, убыстряет в 10 раз. Вот, при традиционном копчении, холодном копчении, например, копчение, там, например, мясо могло длиться сутки, двое. Рыбы, рыба, мясо, немножко другой вопрос. А сейчас это там 30 минут, час, полтора. Вот. До, значит, широкого внедрения электростатики, ну, хотя она была известна давно, вот. Ну, значит, то широкого внедрения, вот коптильни были такие, и их нужно было ставить на улицу. Ну, такое количество дыма подавалось там, поэтому там были всякие санитарные добы, чтобы 50-100 метров от жилых застроек туда-сюда. Сейчас современные коптильни, вот, пожалуйста, на кухню, на плиту ставь. И коптиль. Или если большая коптиль, ну, рядом себе вместо холодильника ставь вытяжку сверху просто, чтобы... не для дыма, нет, дыма практически от нее нет, очень мало. А для, ну, для запахов, для запахов, ну, как вот эти... даже рыбку одну жаришь, запах по всей квартире стоит, а тут... там 20-30 килограмм рыбы, например. Вот такая ситуация, другая. Друзья, вот откуда в головах вот эти стереотипы, что коптильня должна быть утепленной с вентилятором? Вот. И вот эту древность пытаются вот... Современное оборудование как-то... Вот. Оно уже не нужно. Оно уже от своего отжило. Эти методы отжили, они ушли. Вот. Эти дымогенераторы древние тоже свое отжили. Ну, кто-то до сих пор их применяет. То есть, при таком методе, вот при древнем, только там несколько процентов дыма попадают, без электростатик попадают на продукт. Остальное с ним даже не соприкасается. Оно выбрасывается все на улицу, на радость окружающим. Вот такое дело. Ладно. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.